Приветствую вас. Ну, конечно, подобные проблемы не решаются в двух словах, то есть подобные проблемы, они решаются путем обсуждения, путем подробного обсуждения, путем исследования, исследования ваших реакций, исследования реакций вашего мужа и так далее. И более подробного разбора того, что волнует, к примеру, вас или волнует вашего мужа. Смотрите, вам 25 лет, но вы очень серьезный человек по тому, что я могу судить из вашего текста. То есть 25-летняя девушка в тексте очень серьезно пишет. Я думаю, что вот эта вот родительская позиция, позиция, что правильно, что неправильно, она присутствует в вас. И этой позиции вы конкурируете с родителями мужа, которые, естественно, облабают той же позиции, что и вы. То есть по сути речь идет о том, что вы соперничаете с родителями мужа, пытаетесь как бы отстоять свою самостоятельность, свою позицию, свою точку зрения, может быть, свою какую-то правильность. Понимаете? Вот так это выглядит. По сути речь идет о соперничестве и о том, что вы принимаете на свой счет то, что делает муж, то, что делают родители мужа и так далее. И связано это с тем, что вы не уверены в себе в первую очередь и с вашим собственным опытом детско-родительских отношений во вторую. Здесь, говоря о первой и второй очереди, я подразумеваю, что в первую очередь более на поверхности, в вторую очередь менее на поверхности. Но вторая очередь более важна, чем первая. Вот. Вы пишите, вы пишите, что за пару лет, что вы жили у родителей мужа, неслабо попортили отношения. Вот непонятно, кто кому попортил отношения, но здесь перекладывание ответственности идет так или иначе, потому что отношения с мужем портили вы, если вы про свои отношения с мужем. Родители здесь, конечно же, ни при чем. Вы пишите, готовила всегда я из отдельных продуктов себе и мужа. Не совсем понятно, с чем было это связано и не совсем понятно, почему нельзя было это обсудить вместе с родителями, когда проблема назрела. То есть все четверо просто это обсудить. Сейчас мы переехали в отдельное жилье, пишите, вы, муж наладил свои отношения с родителями, я с ним навсегда была нейтралететь. Опять же, почему? Они с огромной силой стали передавать всякие банки, котлеты и прочее, еду. Ну, передают, пусть заботятся. Все проблемы. Вам не нравится их еда? Не надо их есть. Когда мы вместе бываем в гостях, я деликатно отказываюсь, говоря, что мы все еще не доели, потом на неделе муж едет один в гости и привозит с собой пакет. И что? И что дальше? Как вас это задевает? Ужасно бесит, и что мое слово ноль, и что едва еда мне их невкусная и прочее. Что и прочее. Вы пишите, что еда мне их невкусная, но она и не должна быть вам вкусной. Люди готовят по своему вкусу, вы готовите по своему, и это нормально. Почему у вас это раздражение? За ним нужно проследить. Вы пишите. Ужасно бесит, что мое слово ноль. А какое слово ноль, если мужчина, являясь сыном своих родителей, просто принимает то, что они ему дают, понимая, что если он откажется, они обидятся, а обижать родителей он не хочет. Другой вопрос, если они на более глубоком уровне им манипулируют и заставляют его делать что-то еще, это уже другая история. Из-за этого скандалим с мужем. Ну, опять же, здесь у вас идет проблема ответственности, потому что вы пишите, что он скандалим. Не скандалим. Вы скандалите. Аноним. Вы скандалите. Только вы. Да, муж вам отвечает, безусловно, но это ваш выбор, из-за этого скандалит. Скандал это, а, замена сексуальному взаимодействию, б, это страх эмоциональной близости. Вот, живете в этом направлении, направление, и нужно двигаться, ну, в этих направлениях нужно двигаться в исследовании. Я ставлю условия, чтобы барыша не было, он естественно в отказ, так как это вызов. Не очень я понял, что вы имеете в виду, говоря про вызов, если честно. Но условия вы ставить не можете, потому что родители это мужа, они могут о нем заботиться, они заботятся, да, как умеют, и, собственно говоря, эти склянки прямо вас никак не задевают. А так получается, что вы прикладываете на мужа ответственность за то, что вам неприятное. Это ничего неприятного в этом, ну, ну, прямо, для вас. Когда мы в жизни, я предлагал свое блюдо, практически всегда был корректный отказ, бойкотировали этим выбором. Почему вы считаете, что корректный отказ, это бойкот? То есть вы считаете, что его родители имели что-то против вас? Сейчас я чудо, муж вновь любимый и единственный сын. Это правда. И знаете почему? Потому что жить вместе с людьми и находиться с ними на каком-то расстоянии, это совсем не то же самое. И вполне вероятно, что родители мужа действительно деготились, когда вы у них жили. И действительно вы всплывали любви к вам, когда вы стали породить. Сейчас я чудо, муж вновь любимый и единственный сын в лице меня, мужа и совместное проживание. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Я не против известного общения с мужа, семьей и питания вот там, но дома банки из кранки вымораживают. Почему? Вроде взрослый, 25 лет, не могу просто проконтролировать себя и свое раздражение. В том-то и дело, что вы не взрослая. Контроль, это не взрослость. Контроль, это указание. Это родительская позиция. Ваше раздражение идет из детского состояния, из детской части эго, из чувств. И именно с чувствами вашими и нужно работать. Вы пишите, это редность, обида, что за внутренний червь и как его побороть. Ну, что именно можно будет узнать только на беседе, на индивидуальной беседе с вами. Побороть червя точно не стоит, это ваши чувства, нужно научиться слышать свои чувства и адекватно их выражать. В этом, опять же, вам может помочь психолог. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.